Здравствуйте! Это программа 112. В студии Юлии Гаврюшина я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 202 происшествия. Из них 18 преступлений, из которых 11 раскрыто. По 7 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено два лица, числящиеся как без вести пропавшие. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушения на территории округа сотрудники управления провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. 7 февраля на территории города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками отдела ГИБДД совместно с Гостехнадзором проведено профилактическое мероприятие «Снегоход». В ходе рейда стражами порядка проверялось наличие водительского удостоверения, регистрация транспортного средства в установленном порядке, соблюдение скоростного режима. Проверено пять снегоходов и два вездехода. Выявлено пять административных правонарушений. С 7 по 18 февраля на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта», направленное на пресечение правонарушений в сфере незаконной миграции. В настоящий момент в ходе мероприятия проверено 50 транспортных средств, 7 иностранных граждан, составлено 10 административных протоколов по линии ГИБДД. У МВД России по Ненецкому автономному округу информирует граждан о том, что с 12 по 16 февраля 2018 года на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Целью проводимого мероприятия является выявление фактов организации содержания наркопритонов на территории Ненецкого автономного округа. Стражи порядка призывают жителей региона сообщать о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, лицах, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, избывающих наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, лицах, содержащих притоны для потребления наркотиков, лицах, склоняющих к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних. Всю известную информацию жители округа могут сообщать непосредственно в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 8-911-650-5749, либо в дежурную часть управления по телефону 02 с мобильного 112 или 4-21-26, либо по телефону доверия 4-21-52. Анонимность гарантирована. В полицию Наринмара поступило сообщение об угоне автомобиля в ночное время. Заявитель пояснил, что вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы на дороге Наринмар-Тельвиска обнаружено бесхозно брошенное транспортное средство, а оперативниками установлено лицо, совершившее его угон. Им оказался житель округа, ранее судимый за аналогичное преступление. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Стражи порядка призывают жителей округа ответственно относиться к своему имуществу, обеспечивать необходимые меры к его сохранности. Не давайте шансов преступникам завладеть вашим имуществом. В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Нейнского автономного округа о том, что ночью неизвестное лицо, применив физическую силу, открыто похитило у него мобильный телефон. Полицейским заявитель рассказал, что ночью с 4 на 5 февраля текущего года он находился в питейном заведении по улице Хатанзейского, где познакомился с тремя молодыми людьми. В ходе возникшего конфликта один из мужчин отобрал у потерпевшего мобильный телефон и вместе с друзьями отправился в неизвестном направлении, распорядившись похищенным телефоном на свое усмотрение. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов лицо, совершившее данное деяние, установлено. Злоумышленник дал признательные показания и заключен под стражу. По данному факту, дознавателям управления возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». 6 февраля текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Нальминнос местный житель совершил хищение бензопилы стоимостью 10 тысяч рублей. Участковому полномоченному полиции мужчина рассказал, что он, находясь в гостях у своей знакомой, увидел принадлежащую ей бензопилу и, воспользовавшись моментом, похитил ее и покинул квартиру, в дальнейшем распорядившись похищенным на свое усмотрение. В настоящее время бензопила возвращена владелице, злоумышленник полностью признал свою вину. По данному факту, дознавателям управления возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В минувший вторник начальник отдела ГИБДД управления подполковник полиции Александр Стрепетилов провел пресс-конференцию для представителей региональных средств массовой информации по итогам деятельности подразделения за 2017 год. В рамках мероприятия освещены проблемные вопросы транспортной безопасности на дорогах региона в минувшем году, а также перспективы обеспечения дорожной безопасности в 2018 году. Александр Стрепетилов озвучил статистические данные о состоянии аварийности, отметив, что в прошлом году на 25% снизилось количество погибших. Так, в 40 дорожно-транспортных происшествиях погибло 3 человека и 48 получили телесные повреждения. В результате проводимых мероприятий по безопасности дорожного движения удалось сдержать рост ДТП с участием несовершеннолетних. В 7 дорожно-транспортных происшествиях получили телесные повреждения 7 детей. В 2017 году на 25% увеличилось количество наездов на пешеходов. Однако стоит отметить, что в 75% наезды произошли вне зон пешеходных переходов по вине пешеходов. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 42126. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова